И всем привет! Меня зовут Никита. И сегодня мы плетем снова замечательного персонажа. И это уже будет вот такой вот замечательный Патрик Старр из мультфильма Спанчбоб квадратные штаны. Мы с вами сплели уже губку Боба. Вы можете найти видео как плести такого Спанчбоба в описании под этим видео. И также в комментариях я оставлю эти ссылочки. Ну а сегодня мы сплетем вот такого вот Патрика. И напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал туториал на плетение Гарри улитки Спанчбоба. Ну и давайте посмотрим, что же нам понадобится. Для создания Патрика нам понадобится 80 резиночек розового цвета, также 25 резиночек зеленого цвета, белых и фиолетовых резиночек нам понадобится в количестве по 4 штучки и также 5 резиночек черного цвета, а также станок и крючок. Располагаем наш штанок таким образом, чтобы центральная часть выходила вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков смотрят вправо. Начинаем плетение. Берем 2 розовые резиночки и накидываем их на первый столбик центрального ряда и на первый столбик дальнего ряда. Возьмем еще 2 резиночки, накидываем их также, точно так же, по аналогии, только уже на центральный и на ближний ряд. И смотрите, теперь мы должны накинуть последовательно 6 пар розовых резиночек на ближнем, а затем и на дальнем ряду. Начиная от первого столбика, заканчивая седьмым, накидываем по 2 резиночки розового цвета. Возьмем 2 резиночки, накидываем их с первого на второй столбик ближнего ряда. Возьмем еще 2 резиночки, накидываем со второй на третий столбик. Следующие 2 резиночки накидываем на третий и четвертый. Возьмем еще 2 резиночки, накидываем их с четвертого на пятый столбик. Возьмем 2 резиночки, накидываем их с пятого на шестой. И берем заключительную шестую пару, накидываем шестом на седьмой столбик. И мы накинули последовательно 6 пар розовых резиночек, точно так же, накидываем на дальнем ряду. Теперь накидываем по центральному ряду всего 7 пар розовых резиночек На ближнем и на дальнем ряду мы накидывали 6 пар А на центральном уже накидываем 7 пар Накидываем первую пару, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую пару Далее будем накидывать уже зеленые и фиолетовые резиночки Возьмем 2 зеленые резиночки, накидываем их седьмого на восьмой столбик по ближнему ряду Теперь возьмем одну зеленую, одну фиолетовую резиночку Вот так вот их сделаем вместе и накидываем их далее на следующие столбики С восьмого на девятый столбик А затем возьмем снова 2 зеленые резиночки и накидываем их с девятого на десятый столбик то есть мы накинули три пары зеленых резинок и одна из них в центре с фиолетовой на центральном ряду поочередному накидываем две пары зеленых резинок накидываем первые две резиночки и вторую пару зеленых резинок теперь на дальнем ряду накидываем резиночки точно также в такой же последовательности как на ближнем накидываем две зеленые резиночки одну зеленую одну фиолетовую И снова две зеленые Теперь придадим округлость штанам нашего Патрика Берем две зеленые резиночки, накидываем их на крючок, перекрутив восьмерочкой Теперь возьмем одну зеленую, одну фиолетовую резиночку Накидываем их, продеваем через зеленые резиночки вторую часть, накидываем на крючок И возьмем еще две зеленые резиночки, накидываем их, продеваем Вторую часть, накидываем на крючок И теперь размещаем эту заготовку, оттягиваем эти зеленые резиночки и размещаем их на седьмой столбик ближнего ряда. А затем вернемся в наше начало, вот так вот потянем за эту заготовку, заведем сюда крючок в эти первые зеленые резиночки, накидываем их на десятый столбик ближнего ряда. Сделаем еще одну точно такую же заготовку по аналогии с первой. Ее мы накидываем точно так же только на дальнем ряду, оттягиваем резиночки с крючка, накидываем на седьмой столбик дальнего ряда, заводим крючок в начало и накидываем эти резиночки на десятый столбик дальнего ряда. Возьмем две зеленые резиночки и закругляем их вот таким вот образом на десятых столбиках. И возьмем еще две зеленые резиночки и накидываем их по аналогии только на дальнем и на центральном ряду. И теперь сделаем ножки, накидываем две пары розовых резиночек на ближнем ряду, с 10 по 12 столбик. Две резиночки накидываем и возьмем еще две резиночки и также их накидываем. Также и на дальнем ряду. Сделаем ручки, возьмем одну розовую резиночку, накидываем ее на крючок и перекручиваем ее в 4 оборота. Первый, второй, третий и четвертый оборот. Теперь проплетаем поочередно 4 пары розовых резинок. Возьмем две резиночки, накидываем их, скидываем 4 оборотика, второй конец накидываем на крючок. Берем следующие две резиночки, накидываем их, продеваем, вторую часть накидываем на крючок. Так, теперь проплетаем третью пару, возьмем две резиночки, накидываем их, продеваем, второй конец накидываем на крючок. И проплетаем заключительную четвертую пару розовых резинок. Накидываем на крючок, продеваем вторую часть, накидываем на крючок. И мы проплели 4 пары розовых резиночек. И размещаем их на станке, накидываем их на четвертый столбик ближнего ряда. Вот так вот оттягиваем резиночки и накидываем. Теперь сделаем еще одну точно такую же ручку. Если вы не запомнили как она делается, то отмотайте это видео назад. У меня уже готова вторая ручка и накидываю ее на четвертый столбик дальнего ряда. Оттягиваю резиночки и накидываю их. Возьмем одну розовую резиночку, накидываем на предпоследний столбик ближнем ряду, там где у нас заканчивается ножка, перекручивая в 3 оборота. Первый, второй и третий оборотик. Возьмем еще одну резиночку и накидываем ее точно так же на дальнем ряду, перекрутив 3 оборота. Первый, второй и третий оборотик. И теперь возьмем зеленую резиночку и накидываем ее уже сюда, на этот столбик, там где у нас заканчиваются зеленые резиночки на центральном ряду, перекручив 3 оборота. Первый, второй, третий. И приступим к накидыванию контактных резиночек. Возьмем одну розовую резиночку и накидываем ее на вторые столбики всех рядов. И так треугольничком будем накидывать вот так вот контактные резиночки, пока мы не подойдем к зеленым резинкам. И накидываем предпоследнюю, точнее последнюю розовую резиночку контактную. И вот здесь вот у нас уже начинаются зеленые резиночки. И накидываем по очередности по одной резиночке зеленого цвета два раза. Накидываем первую зеленую резиночку и вторую на эти столбики. И приступаем к плетению. Протеваю крючок через три оборота, захватываю две нижние резиночки, вытягиваю их и накидываю на следующий столбик. Здесь я захватываю две резиночки и накидываю их на следующий столбик. Так, проплетаю дальний ряд, провожу крючок, захватываю две нижние резиночки, накидываю их и завожу крючок, захватываю две резиночки и накидываю их далее. проплетаю теперь отсюда резиночки к центру так завожу крючок под розовой резиночки и теперь захватываю две верхние резиночки вот они они у нас идут к центральному столбику вот так вот их вытягиваю и накидываю к центру и на дальнем ряду столбиков захватываю вот эти зеленые резиночки верхние и накидываю их на центральный столбик и здесь смотрите у нас тут есть резиночки для того чтобы мы делали окружность округлась нашим штаником завожу крючок под эти зеленые верхние резиночки и захватываю две нижние вытягиваю их и накидываю далее и здесь мы будем проплетать резиночки завожу крючок через контактную захватываю две нижние накидываю дальше провожу крючок захватываю две нижние и проплетаю их вперед здесь смотрите у нас довольно таки много резиночек я захватываю розовые резиночки пальцем завожу через все верхние захватываю две нижние вытягиваю их аккуратно вытягиваете и накидываете их на следующий столбик так здесь мы просто проплетаем резиночки дальше до ручки. Вот здесь у нас контактные мы через них продеваем крючок и проплетаем. Здесь смотрите у нас ручка. Я ее вот так оттяну, оттягиваю, продеваю через все резиночки верхние, захватываю две нижние и накидываю далее. И здесь проплетаю еще две пары розовых резиночек. И здесь захватываю две розовые резиночки и накидываю их на центральный вот этот столбик. Проплетаем центральный ряд. Смотрите, здесь у нас очень много верхних резиночек. Будьте очень аккуратны. Провожу через них крючок, проверяйте. Так вот оттягиваю, захватываю эти две нижние и накидываем их на следующий столбик. И по центральному ряду мы проплетаем резиночки вперед. Здесь у нас ничего отодвигать не надо, просто захватываем две резиночки, накидываем их вперед. И так мы проплетаем весь этот центральный ряд. И проплетаю последнюю пару этих резинок. И по аналогии с ближним рядом мы проплетаем точно так же дальний ряд. Здесь провожу крючок через все верхние резиночки, вот так вот. Возьму пальцами две нижние, провожу сюда крючок, завожу через все верхние, захватываю только две нижние и накидываю их вперед. И проплетаем этот ряд точно так же, как ближний. Подошли мы к концу, приготовим одну розовую резиночку. И смотрите, что мы делаем. Завожу крючок по этот столбик через все розовые резиночки и вывожу его к нам. Теперь вот так вот оттягиваю крючок и проверяю, завел ли я под все резиночки. Если там остались резиночки, то заведите крючок еще раз. Надо, чтобы мы завели под все, чтобы их закрепить. Возьмем эту резиночку, накидываем их, накидываем эту резиночку на крючок и провожу ее через все резиночки сквозь этот столбик. Второй конец этой резиночки завожу на крючок и крайнюю левую резиночку продеваю через крайнюю правую. Так, и затягиваю. У меня через столбик она прошла, выправляю ее, вывожу вот сюда, на середину и затягиваю узелочек. И теперь снимаем нашего Патрика старого со станка. Вот такой вот будущий Патрик у нас получился. И сейчас мы ему сделаем лицо. Делаем первый глаз, возьмем белую резиночку и накидываем ее на крючок, перекрутив два оборота. Теперь возьмем резиночку черного цвета и накидываем ее на крючок, перекрутив четыре оборота. Первый, второй, третий и четвертый оборотик. Теперь захватываем эти две резиночки и перекручиваем их еще раз на крючок. И возьмем розовую резиночку, накидываем ее. И нам надо скинуть все резиночки с крючка. Перемещаю на центр наш глазик и одеваю резиночку с крючка на палец. Посмотрим на нашего будущего Патрика. И смотрите, нам надо завести крючок, третью пару сверху. И вот смотрите, как будет вам проще. Вот у нас есть ручка. Смотрим, у нас есть петелька напротив ручки и поднимаюсь чуть выше. И заводим крючок сюда, в эту петлю. Так, завели. Теперь возьмем резиночку нашего глазика, продеваю через эту петельку, через эту петлю. Так, аккуратно. И смотрите, теперь нам надо завести крючок в третью пару в центре. Первая, вторая и третья. В эту петлю заводим крючок и берем резиночку у нас отсюда, с пальца. Выводим ее на эту сторону. И теперь смотрите, мы можем закрепить либо клипсой, можем надеть клипсу на эти резиночки, либо мы можем закрепить это резиночкой. Возьмем одну резиночку, накидываем ее, продеваем, второй конец накидываем на крючок и левую резиночку провожу через правую. И затягиваю узелочек. Так, вот такой вот глазик у нас готов. И теперь сделаем еще один точно такой же второй. По аналогии делаю второй глаз и я вам покажу, как его крепить. Берем нашего Патрика, переворачиваем его на ту сторону, там где у нас нет глаз. Также вот завожу крючок под петлю, там где у нас рядом ручка, чуть выше ручки. Так, захватываю одну резиночку глазика, провожу ее. И смотрите, теперь завожу в эту петельку, там где у нас, вот видите, резиночка торчит, куда мы уже заводили крючок. Возьму резиночку, накидываю ее и провожу ее через этот центр. И сделаем так же узелочек. Возьмем резиночку, накидываем ее, продеваем вторую часть, накидываем на крючок и левую резиночку провожу через правую. И затягиваю узел. И мы сделали вот так вот второй глазик. Теперь сделаем ротик, переворачиваю на изнаночную сторону и теперь нам надо завести крючок в то место, где мы хотим, чтобы у нас был ротик. Я вот сюда заведу крючок, сюда. Возьму теперь черную резиночку, накидываю ее, вывожу на изнаночную сторону. Теперь завожу в это же место, только левее. Вот здесь, в этой части. И захватываю резиночку с пальчиком и вывожу ее к нам, на изнаночную сторону. Теперь я закреплю ротик на застежку, накидываю застежку, но вы можете так же сделать узелочек, если хотите. Так, все сделал и смотрите вот такой ротик. Но я хочу сделать веселого патрика, поэтому захвачу одну резиночку, вот эту вот, вывожу ее чуть-чуть вниз. Теперь завожу вот с изнаночной стороны по петлю, там где ниже у нас клипсы. Вот сюда вот, куда-то завожу и захватываю эту резиночку и продеваю ее на эту сторону. И вот такой вот веселый патрик у нас получается. Теперь сделаю брови, продеваю крючок через вторую пару с изнаночной стороны, захватываю резиночку, вывожу ее туда. Теперь завожу по центру и вывожу эту резинку. И теперь я это закреплю резиночкой. Возьму розовую резиночку, продеваю второй конец на крючок и левую резиночку проводим через правую. Затягиваю. Так, первая бровка готова и точно так же я сделаю еще одну. Только чуть-чуть правее. По аналогии точно таким же образом мы делаем вторую бровь. если у вашего Патрика не держится улыбка, то смотрите, что мы сделаем. Делаем точно такую же улыбку, как мы делали. Так, вывожу. И теперь мы закрепим ее на клипсу, которого мы делали. Либо можете закрепить на узелочек. И теперь у нас держится наша улыбочка. И вот такой вот замечательный Патрик Стар у меня получился. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и вы вместе со мной спелили вот такого замечательного Патрика. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. Также плетите Спанч Боба по ссылке в описании. вы найдете такое видео. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok